Всем привет! Вы на канале вкусные истории. Сегодня я приготовлю быстрый вкусный плавленый сыр в домашних условиях. Готовится несложно, быстро и получается очень-очень вкусно. Нам понадобится, очень важно, чтобы был творог именно домашний или хорошего качества настоящий творог. Не творожная масса или творожный продукт. Я купил на рынке у проверенного человека. К творогу перекладываем 100 грамм сливочного масла комнатной температуры, оно должно быть мягкое. Разбиваем одно яйцо и кладем половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара и половину чайной ложки соды. И все это взбиваем погружным блендером. Перебиваем в однородную массу. Вот такая вот у нас получилась перебитая масса творожная. Теперь ставим кастрюлю на огонь, в нее отправляем миску с творожной массой, чтобы у нас получилась водяная баня. И постоянно помешивая, примерно 15 минут завариваем сливочный сыр. У меня прошло где-то 12-13 минут, я хочу сделать с укропа. Вы можете ничего не добавлять или добавить то, что вы любите. Любую зелень или приправы, или мелко нарезанную ветчину, или болгарский перец. Дальше нам надо разлить наш сливочный сыр по баночкам. Чем-нибудь их прикрыть, чтобы сыр не заветрился. И подождать, пока полностью остынет, потом отправляем в холодильник. Но у меня произошла небольшая беда, я вам расскажу, как было на самом деле. То есть мой сливочный сыр сейчас не выглядит так, как он должен выглядеть. Я когда снимал с водяной бани свой плавленый сыр, я случайно уронил его в воду. То есть в саму эту водяную баню. И пришлось все выкинуть. У меня был хороший творог с рынка. Он хорошо расплавился, весь стал однородный. И так как не было особо времени идти на рынок, я купил магазинный, но натуральный хороший творог. Также перебил его блендером, сделал все как и с этим творогом. Но, к сожалению, он не расплавился полностью. В любом случае остались и то, что у меня получилось. Вы видите сейчас на своих экранах. Он получился не такой однородный, как получился бы из первого творога, из рыночного. Я это видел в тот момент, когда я его плавил на водяной бане. Они совсем по-разному плавятся. Этот сыр вообще не расплавлялся вот в однородную массу никак. Хоть он был перебит блендером, хоть он был... Я его мешал постоянно. Вот он остался вот такой вот. Он больше получился как такая сырная паста. Как творожный сыр типа он получился. Но в любом случае это рецепт рабочий. Все получается. Главное брать творог, желательно с рынка, настоящий творог. Я попробовал. Это вкусно. Это действительно похоже на плавленый сыр. Но вот с такой вот фактурой я буду еще делать такой плавленый сыр. Но только из рыночного творога. Он очень нежный. Ближе к нейтральному. Идеально по соли. Ничего лишнего. Укропчик только добавляет вкуса. Всем спасибо за просмотр этого рецепта в моем исполнении. Попробуйте приготовить. Если вам понравится, то вы будете это готовить постоянно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь моими видео в соцсетях. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Всем приятного аппетита. Пока-пока.